спасибо вот он наш именинник близко в меня поздравили вот Филипп наш дорогой именинник ой, привет, привет привет, с днём рождения, хэппи бёздай я безумно рада видеть спасибо, спасибо ой, Аллочка, Аллочка, привет привет как папу ты поздравил, рассказывай ой, тут они мне такие приготовили такие мне приготовили подарочки так это всё красиво вот такого мне подарили как это? петрушка петрушка, вот такой вот ого, какой прикольный это ты сама сделала? да, своими ручками сделали а где Мартин? а, вот Мартин там Мартин, привет в общем, первыми поздравили дети, я уже поняла это первыми поздравили дети а с каким настроением проснуться именинник хочу узнать? ну, будь здорова ну, конечно это не про нас в замечательном настроении в окружении разбудили меня открыли двери выставили там целый вообще спорт подарки открытки а что это зовут? спорт зовут Аполлион, да вот такие вот ой открытки вот тут что тут написано супер папочки тут своими ручками сделали молодцы, пеки тут ещё какие-то открытки для папы от Аллы Виктории всё, всё сами всё сами всё свои как здорово а какая у вас сегодня программа празднования дальнейшая? ну, сейчас поедем к Ивану Андреевичу на программу а, всё-таки 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 будет вылазка, да? ну, вот это уже традиция которую невозможно отменить потому что уже который год к Курганту нахожу на день рождения на первый канал это уже традиция тем более завтра состоится большая премьера на первом канале в 21.10 да покажут концерт вот этот мой заключительный прощальный из Олимпийского так мы закрывали легендарную историю я помню я была там песни пела ну, год год готовили этот концерт и вот, собственно говоря завтра состоится премьера большая 1 мая будем все с волнением ждать потому что всегда премьера по телевизору концерта это всегда ну такая ну ответственность экзамен ну, как бы невероятно волнительная история несмотря на то что уже знаешь каждый кадр все равно смотришь и волнуешься ну, а как воспримут зрители а понравится ли им все-таки это такая программа яркая но песни звучат все равно любимые и это, конечно же очень ответственный прият так что завтра всех ждут обязательно будем смотреть и, конечно, хочется сказать, что очень жаль, что концертов сейчас в Кремле не будет которые мы все так ждали но надо обязательно напомнить то, что они не отменены они переносятся на следующий год на март и все билеты я так понимаю действительно да те, кто захотел сохранить эти билеты они действительно сохранены и действительно это должно было быть совсем другим и последние три дня они должны были быть другими они должны были быть в концертной суете кремлевских концертов 28, 29, 30 и вообще планы строились совсем другие на апрель и концерты в Петербурге традиционно любимом моем городе и конечно же вот московские концерты но значит так должно было случиться а что там за корзинка сейчас вот принесли а это небольшой презент мы подготовили такой чтобы у нас там чтобы никто ни в коем случае не похудел на карантине красиво это тоже ваше все да да это ой как красиво спасибо большое очень приятно и вообще утро задалось потому что на самом деле люди из которых которых приятно слышать видеть осталось совсем немного время диктует другие отношения и другие правила но человечность никто не отменял и на самом деле сегодня кстати первый звонок вот когда наступило ровно 12 прозвучал от Валерия Яковлевича Леонтьева и это так было приятно безусловно что вот все-таки в моей жизни это кумир легенда и вот даже не говоря то что я уже не 20 и не 30 все равно я сохранил какое-то невероятное отношение восхищение уважение к этому артисту который для меня был всегда неким флагманом в том жанре музыки в котором я работаю уже столько лет но Филипп и сам стал флагманом потому что я очень хотела сказать что огромная аудитория молодых людей там тиктокеры блогеры и прочие не знают о заслугах этого человека возможно они еще маленькие они ничего этого не читали но Филипп это вот про Леонтьева было сказано что это флагман но Филипп-то как раз следом за Леонтьевым стал таким флагманом который задал все тренды шоу-бизнеса фактически его создал стал его королем и хочется сказать что во все трудные времена которые были у нас в стране когда дефолт не дефолт помните там чего только не было Филипп всегда давал концерты в самое трудное время я помню 30-дневный марафон в Питере в Октябрьском в самый страшный вообще-то дефолт когда у всех просто все пропало мало кто помнит это прошло 20 с лишним лет и 98-й год все обрушилось и мы тут 30 концертов с лишним в Петербурге и никто не верил и вдруг аншлаги один за одним я сам не верил в то что происходит вообще все происходит в моей жизни и происходило это похоже на какую-то одну большую чудесную историю сказку в которую я сам придумал и сам поверил сам придумал и она исполнилась это лишний раз показывает и говорит о том что очень важно себе придумать жизнь в нее поверить так чтобы она действительно у тебя реализовалась твой пример тоже достаточно показателен главный мотивация мотиваторы в жизни которые заставляют нас чего-то кому-то доказать чтобы этим стать и если это получается такой кайф и сегодня несмотря на то что вокруг вот такое достаточно непростое время и так все оказалось вот в один момент может все порушиться разрушить все наши планы не только на день на два на год я думаю что то что произошло отразится безусловно особенно в нашем то в бизнесе надолго и некая переоценка ценностей происходит здесь будучи на одном месте сидячей вот и у меня эта переоценка ценностей произошла я на очень многие вещи посмотрел по-другому а на какие вот интересные интересные мысли потому что Филиппа привыкли все видеть на сцене Филипп человек праздник и тут Филипп сидит дома как и все мы заточен в своих стенах от чего он решил избавиться Филипп это от своего гардероба например вот собственно я читала что теперь что запустили онлайн распродажу гардероба Киркорова и там даже часть средств куда-то пойдет на благотворительность да 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 потому что ну естественно ну я продаю этот гардероб не от того что мне не на что есть а из-за того что я просто ну каким-то образом ну понял насколько это все не нужно оказалось в один момент мне и гораздо может быть будет нужнее тому кому вот по чисто символическим ценам я отдам вещи которые в моей жизни может быть сыграли какую-то роль а некоторые вообще никто не сыграли абсолютно новые брендовые красивые вещи висят с ценниками а это прям новые да это не какие-то из старинных коллекций а это новые вещи которые просто простых вещей в моей коллекции нет все вещи удивительные все вещи так скажем ну имеющие знаковую историю и жизнь поэтому я решил вот такое приняло решение уже есть эти ряд порталов например Аскелли Уэй из Сочи у меня друг Амар Байрамов который такой знающий человек в моде предложил скажем свою помощь в реализации вещей и самое главное что интересно действительно сейчас я ищу фонды в первую очередь это фонды наверное конечно ветеранов Великой Отечественной войны куда можно было какую-то поддержку туда внести фонды наверное связанные с борьбой с коронавирусом потому что очень много людей которые ну так сказать не имеют возможности так скажем даже оклематься после того что они заболели и вернуться нормально в строй ну короче есть куда направить деньги и вот этот свой легендарный гардероб о котором сколько говорили ну опустить дать ему вольную мне вопрос где клиенты найдутся с таким ростом с такими параметрами кто это кто это будет покупать а у меня же на самом деле все достаточно очень традиционно размер ноги у меня там 43 а у меня только за счет роста я брал какие-то размеры там 2хл 3хл а есть же люди не только высокие длинные под меня ростом а есть же люди еще более полноватые которым те же 2хл в самую пору будут поэтому дело не в моих масштабах в рост а дело вообще просто то что оказывается модную красивую стильную одежду для больших людей оказывается практически никто не закупает почему-то все магазины закупают обычно на среднестатистический рост метр 70 метр 80 ну на крайняк метр 90 а что касается двухметрового почти роста как у меня это никто почему-то так особо не стремится делать и вот собственно мой гардероб для тех самых людей которые обладают скажем там такими данными физическими несколько иными чем другие я заметила что Филипп вы очень сильно похудели в последнее время и что-то у всех такая вот тенденция я смотрю там Макс Фадеев похудел на какие-то фантастические килограммы Филипп Киркоров худеет а вообще на карантине наоборот все же как говорится жрут что на какую-то диету может быть пользуясь пользуясь случаем вы сели или какой вообще режим питания потому что домашняя обстановка располагает я на меня очень сложно сейчас ой солнышко вышло так красиво у нас такой вид красивый просто прелесть такая красота вот такой у нас видочек я как начал заниматься так скажем активно не то что спортом а физкультурой гимнастикой я как-то держал себя в руки мне даже не хочется особо есть и обычно жрут на нервной почте бутерброды там на концертах и какой-то стресс а у меня нет сейчас стресса я вожу время с детьми мы подуем в гармонии с самим собой мне очень хорошо комфортно радостно в их окружении и так скажем правильно питаемся ими потому что дети они на каком-то правильном своем режиме кушают я вместе с ними мы обедаем завтракаем поэтому разжираться особо я не собираюсь это и не нужно жизнь-то все но продолжится неважно активная гастрольная деятельность неактивная да я сейчас безработный я сейчас не имею возможности выступать по ряду причин и самой основной причине что тут да классно вот поздравления привозят приносят я не имею этой возможности но я просто обязан соблюсти себя в форме и каким-то образом держать ради куражу даже в конце концов любовь никто не отменял а любовь она так скажем заставляет нас держать себя в каких-то рамках и вызывать надо все-таки сексуальные какие-то чувства а не просто ну вот короче есть еще а у меня еще вопрос что нового вы узнали о своих детях потому что с ними проводится все время 24 на 7 и раньше-то их вы как-то редко с ними виделись а сейчас что нового о них вы узнали какие они что вас удивило может быть ничего не удивило они растут как грибочки на глазах как цветочки и радуют меня ну вот английский сегодня поздравили меня на английском языке потому что у нас все время какие-то такие маленькие мини-конфликты возникали на тему языка но не хотят их учить пока сами не окружены в какой-то постановке где нужно учить английский язык но я на своем примере им показываю вот песни у меня выходят на английском вот у меня альбом вышел на английском на испанском я как-то им на своем примере показываю что если сейчас что-то сделать и учиться хорошо то потом Это дает свои плоды. Кстати, у меня сегодня вышла вторая часть альбома «Романы». А я слушала, ехала сейчас по дороге на эфир, я слушала этот альбом. Там мои любимые песни. И причем такие, туда вошли три песни, которые были спецпроектами, по сути. И на самом деле, обычно, когда артисты, так скажем, подобные спецпроекты, потом не закускают свой сольный проект. Но они настолько все три получились какими-то очень этаповыми и важными, и очень хорошими работами, что я с разрешением первых исполнителей, во всяком случае, вот у Димы Маликовой, что еще песня. Да, шикарная была. Она вошла в этот альбом. И с песняки Ирины Аллегровой, которую я исполнял на ее юбилей в году, на новой волне, она туда вошла. Песня народная артистка Игоря Николаева, которую подготовили мы к Кали, ее юбилею прошлогодним. Вот эти спецпроекты, они вошли в этот альбом. Кстати, туда в романы два вошло 20 песен, три из которых вот эти, а остальные все новые. Это, конечно, не просто было сделать, но за последние пять лет я очень много записывал песен, искал, экспериментировал, потому что вот так вот с сольного альбома я не выпускал, ну, по-моему, с восьмого года или десятого года. Я не помню, короче, очень давно не выпускал сольного альбома. И вот, наконец-таки, ну, были программные альбомы, шоу, как я их называю, шоу-другой, шоу-я, были. Но вот целенаправленно альбом, еще двойной, этого не было. Да, не выйдет на CD, но сегодня я получил, вот, даже до меня не доехал, первый экземпляр винила. Этот, как когда-то, как мой первый альбом 30 с лишним лет назад вышел на виниле. Вот так выйдет этот альбом на виниле. Так что... Я обратил внимание, у меня там, поддавшись, так скажем, на уговоры, когда это начиналось, я провел там пару эфиров и понял, что это совершенно не мое. Несмотря на то, что у меня были очень хорошие партнеры, Настя Ивлеева, там, Оля Полякова с Украиной, да. Но я понял, что вот эти все, вот эти все публичные разговоры... Ну да, сегодня повод. Я долго-то и с нашего эфира этого соскакивал, потому что, ну, не понимаю я этого борьбы, во-первых, в погоне за этими лайками, за количество просмотров. Кто кому там вылет на голову из-за этого миллионы просмотров, кто там проткнет губу. Я смотрю, даже мне сложно на это посмотреть, потому что я настолько боюсь боли. Вообще вижу, когда, ну, просто на кураже это куражатся, веселятся. Но они молодые, им это идет. А я, если выхожу в эфир с той же Ивлеевой, да, она вроде чувствует какую-то неловкость по отношению к тому, что все-таки я старше и со мной там... Но она себя там вела как первоклассница просто, которая впервые увидела Террипа Киркорова. И она не в своей тарелке, и я не в своей тарелке. Я понимаю, что в данном отношении, в данной ситуации не ей это особо не нужно, хотя ей хотелось, может, копилку иметь Террипа Киркорова. И я понимаю, что мне как-то тоже, я понимаю, что ей неловко. И вот эта вот взаимословкость в том, что немножко не в тех, так скажем, не о том говорили, и это, наверное, не то интересно. И она не знала, когда уже закончится, когда это закончится, все. И что, отдохнули, передохнули, сколько собрали. Ну, там, там, человек посмотрел, и фиг. Но когда там, сколько там, полтора миллиона их посмотрела, там, я за этим слежу, я смотрю. Но Тимати себе проткнул губу и поджег руку. Понятно, что если кто-то выйдет, кто-то там штаны снимет, это тоже миллион посмотрит. Вот, и я про это и говорю, и это нравится, это интересно. Они разговаривают на своем языке. Но я же не смогу это сделать. А, так скажем, например, я получил удовольствие от их беседы с Галкиным. Но они блогеры. Макс очень серьезный блогер, достаточно очень серьезно относящийся к этому делу. Он этим занимается, он это изучает. А я от разу к разу и понял, что мне это не то, что не интересно. Мне, я не могу вот так вот, скажем так, запланируем сегодня вечерний эфир. Я иногда спонтанно выхожу, там, смотрю, там, кто-то из друзей вышел, просто что-то там говорит. И что-то я напишу, привет, там, махнул ручкой, там, знаешь, как это было с Поляковой. А что, выйдем? А что, выйдем? По настроению. А вот так вот, когда афицируется завтра прямой эфир, тот, этот с этим, смотрите, подключайтесь. Вот запланированно не могу. Вот не могу, и сегодня уж повод просто у нас. Ну, конечно, хотелось увидеть, потому что сейчас мы в удивительное, странное время живем, когда поздравляем вот так вот онлайн, что-то там другу пересылаем. Ну, это, кстати, про все-таки ситуацию, про коронавирус. Я сейчас буквально перед эфиром посмотрела ролик у Галкина, где он выложил, как вы летите в самолете и показываете там вот эти вот лекарства, которые есть. Он полный вышел, выложил ролик и сказал, что Филипп, как никто, знал о приходе пандемии еще за три года до нее, потому что у него были все средства всегда. Ну, на самом деле, действительно, я в силу профессии с собой все вожу, потому что насворк может в любую минуту тебя носить, горло, какой-то микроб сел на стенку, все, а я живем работаю на концертах, и все, и когда голос так, то как же быть, и все. Поэтому есть какие-то реактивные средства, которые всегда с собой. Мы веселились, летели, я помню, это полет был у нас, мы летели на новую, на жару. Да, ну, в Москве и... Ну, зару-то сам Бог велел взять все средства. Ну, вот как-то нормально, я еще разу на жаре не болел, вот, и думаю, что... Вот если чего-то очень боишься, обязательно с тобой это происходит. А вы тесты сдали, тесты, которые сейчас все тесты делают на всякие суммы? Я сдаю, у меня и... мне прислали из Америки такой пакетик, там две черточки, там две такие штучки, надо кровь сдать, черточки, но все равно я все-таки предпочитаю тесты, которые вот делают в больнице. Поэтому у нас сейчас будет серьезный, очень большой концерт в Кремлевском дворце 7 мая, посвященный Дню Победы. И там планируется мое выступление с папой, с Бедросом, мы будем петь Алешу. И сейчас где-то в начале мая приедут нам ко всем, кто поедет в Кремль, врачи, и в очередной раз мы сдадим тесты. Я надеюсь, что все будет нормально, и мы пройдем это тестирование, и у нас ничего не обнаружат, вот, нехорошего. Так что я сдаю, конечно, сдаю, в первую очередь из-за того, что, ну, во-первых, дедушка живет с нами, папа мой, ему 88 лет сейчас будет. Это достаточно серьезный возраст. И... А он не боится, он сам хочет поехать, да, принять участие? Он ничего не боится. Это самый бесстрашный человек, которого я видел в своей жизни, и, может быть, какие-то качества именно по бесстрашию у меня перешли от него. Потому что даже в самый разгар, вот, начинающийся пандемию, он поехал на открытие памятника Иосифу Кобзону, вот этой плиты мемориальной. И это, ну, короче, или что-то там было такое-то, такое событие, когда он поехал, прямо я даже его отругал, говорю, ну, зачем, это же так опасно. Она, в первую очередь, это ударить может по людям, вот, что он говорит, это не моя судьба, это не моя судьба, я буду жить долго, я еще увижу правнуков. Вот, поэтому мне нравится его настроение. И, судя по тому, что даже мне сегодня там 53, и, казалось, только так быстро все, насколько вчера... Так сложно поверить, 53 цифра прям такая не ассоциирующаяся с Филиппом Бергоровым. Так исполнилось, мне это тоже ничего не ассоциировалось, мне казалось, что это вообще не про меня. Но, тем не менее, это оказалось про меня, и быстро это все прошло, и три года, и я вот думал, сейчас вот дадим шоу, потом будем начнем готовить шоу на 55, а теперь все это сдвигается, я уже не знаю, что мы там будем готовить на 55. Дата вроде красивая, дважды отличник, по идее, должен быть. Но посмотрим, идей много, но вот сейчас надо понять, кому это все нужно, потому что на ближайшие 6 месяцев мы изолированы от публики, все концерты до осени отменены. То есть настолько безработным я себя никогда не чувствовал, конечно, я с голоду не умираю, и за эти годы есть возможность, так скажем, в подушке безопасности, который мне дает возможность сегодня не думать о том, что мне вы не положили заработку, но на моих плечах огромный коллектив, и люди, которым тоже надо зарабатывать. А вы как многие им дали какие-то, не знаю, там, в отпуск оплачиваемые отправили, или там что-то как-то, как люди себя чувствуют в коллективе? В рамках закона действуем, и те, кто официально у меня оформлены на работе, платят налоги, и они все, как вся страна, законно получают свои зарплаты, как определил президент. Ну а те, кто, так скажем, работники и предпочли работать со мной в качестве, так скажем, наемного труда, но они сами выбрали этот путь, и в данном случае я не в состоянии, так скажем, обеспечить всех конкретные заработные платы. У нас вопросы есть от зрителей, в конце небольшие, но вопросы, естественно, классические, что могут спрашивать зрители Филиппа Киркора. Когда Филипп Киркоров женится, увидели у вас в эфире блондинку, с которой вот сейчас какие-то у вас творческие планы, с вами спрашивают, кто это? Это Оля Полякова, наверное, у нас была блондинка, мой эфир, пожалуй, пожалуй, это была только она, на мой взгляд. Это моя подруга в Украине, замечательная артистка. Мне пишут, что вам надо выезжать сейчас уже куда-то или что-то там происходит, поэтому мы должны попрощаться. Мы возвращаем на Урганта, да, сейчас, и надо уже бежать. Про Полякова мы еще поговорим, я знаю, что вечером... Единственное, что действительно, из последнего, меня, конечно, очень порадовал проект «Маска», и эти высокие рейтинги, и цифры, которые показали востребованность подобного плана проекта, и я понял, что людям все равно нужен праздник. И этот проект «Маска» на канале НТВ, и эта команда, которую придумала Тимур Ванштейн, и ребята, и Юлечка, продюсер, они сделали потрясающее шоу. И вообще... Ваш, я смотрела, я смотрела, и единственный вопрос, будет ли второй сезон? Ну, наверное, будет. Сегодня очень сложно что-то загадывать. Мы живем в такое время, что предполагать очень сложно. Мы снимали в таких условиях военных, эти последние выпуски, в разгар карантина, в разгар самоизоляции. Выезжали в каких-то масках, в костюмах, приезжали туда и работали просто в военно-полевых условиях. Как, впрочем, и вот на Первом канале, как Константин, наверное, тоже, они там продолжаются в жизни, и что-то делается, и вот концерт покажут на Первом канале, за что спасибо. Завтра все обязательно смотрите концерт Филиппа, это будет его программа. Последний концерт в Олимпийском, который разобрали, и которого уже больше никогда не будет, завершил всю деятельность этого Олимпийского Филипп Киркоров. Так что завтра все смотрите, не сдавайте билеты, кто купил на следующий год на его шоу в марте, а я еще раз поздравляю с днем рождения. Вам уже надо бежать, они уже пишут со всех сторон. Была безумно рада видеть. Надеюсь, увидимся поочию. Спасибо за управление, спасибо за чудесные подарочки, спасибо за внимание, и до встречи в эфире. Надеюсь, новости у нас будут получше, поводов собираться будет побольше, ну и главное все преодолеть и идти дальше. У нас это получается, и пусть сегодня особо ничего хайпового в нашем с тобой эфире не произошло, и взрыва миллионных просмотров нет не в цифрах этих дела. Иногда есть что-то важнее, есть что-то человеческое, что остается и что делает людей на одной волне. Вот сегодня мы были на одной волне, мы его праздник, и спасибо за внимание, такая красивая. Отмечу сегодня, подниму бокальчик за здоровье Филиппа, по которому я очень соскучилась. Надеюсь, в скором времени увидимся уже в студии Алены Блин. Ну, кстати, да, я обещал, накоплю еще новостей и обязательно берусь. Я даю слово, мы что-нибудь обязательно придумаем, чтобы было о чем поговорить, потому что на этом карантине особой новостей-то ничего. Что ты, моя девочка, она любит, вот мои любимые конфеты, принесла мне эту конфету, которую я так люблю. А это что? Жаба. Жаба? Вот чтобы, где жаба, покажи. Жаба. Чтобы в нашей жизни поменьше было жаб и побольше вот таких вот сладких моментов в кругу близких тебе друзей и людей. Да? Ну и пока. С днем рождения, Филипп. Пока. Спасибо. Спасибо, Ален. Спасибо. Спасибо.